Видео создано при поддержке группы Игра Престолов. Валар Мурголис, друзья! Сегодня человек сыграет с вами в игру. И в конце мы узнаем, насколько хорошо вы знаете мир Игры Престолов, мир Льда и Огня. Человек будет задавать вопрос. И если вы ответили правильно, загибайте палец на руке. А если же нет... Шазор! 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 Таргариены – не единственный валерийский дом, живущий в Астеросе. Какие из представленных домов являются выходцами из Древней Валерии? Сангласы Виларионы и Дарклины. Виларионы Салтигары и Квахерисы. Виларионы Фаринги и Каргелы. Правильный ответ. Б. Виларионы Салтигары и Квахерисы. Виларионы – древний и гордый дом, в чьих жилах течет кровь Древней Валерии. Как и Таргариены, они сохранили характерную валерийскую внешность – серебристые волосы и фиалковые глаза. Они, дурока Валерии, прибыли к берегам Вастероса, где осели на острове Морской Рубеж и построили одноименный замок. Где, как они утверждают, заключили договор с королем Водяных и получили от него трон из плавника. Салтигары, подобно Таргариенам и Виларионам, также выходцы из Валерии. Вместе с Таргариенами они бежали от рока на запад. Неизвестно, значит ли это, что у Салтигаров характерная валерийская внешность. Это очень древний и богатый род. Их замок набит мирийскими коврами, волантийским стеклом, золотой и серебряной посудой и драгоценностями. Также там находится топор из валерийской стали и рог, по преданию вызывающий из моря Кракена. Квахерисы – один из вымерших домов речных земель, родом из Валерии. Этот дом был основан во время завоевания Эйгана Таргариена. После смерти короля речных земель и железных островов Харина Хоара, Квахерисом был дарован его замок Харинхол. Лорд Квентон Квахерис, первый лорд Харинхола из дома Квахерис, был мастером над оружием на Драконьем Камне до завоевания Вестероса Эйганом Таргариеном. Почему Джорах Мармонт покинул Вестерос? В результате переворота на Медвежьем острове власть захватила его тетка Мейдж Мармонт, и он покинул Вестерос, опасаясь за свою жизнь. Он был изгнан его отцом Джором Мармонтом за неподобающее поведение. Во время восстания Баратиона он поддержал Таргариенов. Он занимался работорговлей, что категорически запрещено как на севере, так и по всему Вестеросу. Правильный ответ – Г. Он занимался работорговлей, что категорически запрещено как на севере, так и по всему Вестеросу. Джорах посватался к Ленессе Хайтауэр, и несмотря на разность в их положении, получил согласие ее отца на свадьбу. Брак оказался несчастливым. Ленесса, привыкшая к теплу и роскоши, плохо переносила жизнь на Медвежьем острове. Джорах был вынужден залезть в большие долги, чтобы скрасить жизнь любимой супруги. Джорах и Ленесса были вынуждены бежать из Семи Королевств в 293 году, когда Эдард Старк приговорил Джораха Мармонта к смертной казни по вполне справедливому обвинению в работорговле. Джорах пополнял оскудевшую семейную казну, продавая выловленных в его лесах браконьеров тирошийским работорговцам. Старк, считая деяние Джораха позором для всего севера, лично отправился на Медвежий остров. Но Джорах Мармонт вместе с женой вовремя покинул родину на корабле, оставив королевское правосудие с пустыми руками. Фамильный валерийский меч Длинный Коготь Джораха не стал брать с собой в изгнание, а через тетку Медж Мармонт переслал отцу. На сколько орденов делится Ночной Дозор? На три, на два, на четыре он не делится на ордены. Правильный ответ А. Ночной Дозор состоит из трех орденов – разведчиков, строителей и стюардов. Разведчики – воины, непосредственно обороняющие стену. Хотя всех братьев Дозора учат владеть мечом, сражаться, как правило, доводится только разведчикам. Это они выходят в вылазке за стену, патрулируют ее, в случае необходимости сражаются с одичалами. Главным среди них является первый разведчик. Строители – каменщики, плотники, лесничие. Их задача – поддерживать стену и замки Ночного Дозора в хорошем состоянии. Они занимаются починкой крепостей, вырубают зачарованный лес на подступах к стене, следят за состоянием дорог и, конечно, самой стены. Главный среди них именуется первым строителем. Стюарды – повара, сапожники, кузнецы, конихи, мореплаватели, врачеватели, мастеры и другие. Стюарды – обеспечивают быт черных братьев. Готовят пищу, шьют одежду, заготавливают провизию и топливо. Их возглавляет лорд Стюард. Большинство фанатов Игры Престолов знают, что отцом Дайнарис Таргариен был Эрис II Таргариен, также известный как Безумный Король, а как звали ее мать. Правильный ответ – А. Рейла Таргариен Рейла Таргариен – дочь Джахериса II Таргариена, старшая сестра и жена Эриса II Безумного, мать его детей, из которых выжили лишь трое – Рейгар, Визерис и Дайенерис. Рожая Дайенерис, Рейла умерла. К этому моменту ее муж Эрис был уже убит, а династия Таргариенов низвергнута. Во сколько лет Серсея вышла замуж за Роберта Баратиона? 14, 15, 18, 19. Правильный ответ – В. 18 лет. Она родилась в 266 году от завывания Эйгона, а за Роберта она вышла в 284 году, после окончания восстания Баратиона. Сначала Серсея была в восторге от свадьбы. Толпа выкрикивала ее имя, а мысль о том, что теперь она является королевой, делала ее невероятно счастливой. Но все изменилось во время первой брачной ночи, когда пьяный Роберт назвал Серсею Лианной. С того момента Серсея начала ненавидеть супруга и твердо решила лишить его наследников. Варис – один из главных действующих персонажей Игры Престолов, на данный момент выступающий на стороне Дейенерис. А все ли знают, откуда он родом? Из вольного города Бравоса, из блошиного конца Королевской Гавани, из вольного города Лиса, из вольного города Пентаса. Правильный ответ – В, из Лиса. Варис был рожден рабом в одном из вольных городов – Лисе. В детстве странствовался труппой актеров, пока его в мире не купил некий человек, как оказалось колдун. Он опоил Вариса, так что тот утратил способность говорить и двигаться, но не чувствовать. И оскопив его, совершил какой-то магический обряд, после чего отпустил на все четыре стороны. Олинна Тиррелл, до того, как вышла замуж за Лютера Тиррелла, принадлежала к другому дому. Какой это дом? Тарли, Хайтауэры, Флоренты, Редвины. Правильный ответ – Г. Дом Редвинов. В молодости она была помолвлена с младшим сыном Эйгона Невероятного, Дейреном. В то время, как ее будущий муж, Лютер Тиррелл, был помолвлен со старшей дочерью короля Эйгона, Шейрой. Но эти помолвки по разным причинам были расторгнуты. И в итоге Олинна Редвин вышла замуж за Лютера Тиррелла и стала леди Оленой Тиррелл, женой Лорда Хайгардена. Насколько лет дозорные выбирали себе Лорда Командующего? На 10, на 20. Должность Лорда Ночного Дозора пожизненная? Выборы проводились ежегодно. Правильный ответ – В. Должность Лорда Ночного Дозора пожизненная. Лорд Командующий – Глава Ночного Дозора. Выборный пожизненный пост. После смерти Лорда Командующего, братья Ночного Дозора выбирают из своего числа нового Лорда Командующего. Таким образом, возглавить Дозор может каждый, принёсший клятву Дозорного. Назовите поимённо всех драконов Дайнерис. И да, здесь не будет вариантов ответа. Правильный ответ – Дроган, Рейгаль и Визарион. Дроган получил своё имя в честь почившего мужа Дайнерис – Кхала Дрога. Рейгаль своё имя получил в честь покойного брата Дайнерис – Рейгара Таргариена. А Визарион получил своё имя в честь второго покойного брата Дайнерис – Визариса Таргариена. Как звали двоих сокамерников Якина Хагара, с которыми он был заключён в клетке и направлялся на стену, как рекрут Ночного Дозора? Шагвелл и Жирный Золо, Рорж и Кусака, Аморилорх и Игга, Урсвик и Пиг. Правильный ответ – Б. Рорж и Кусака. Рорж в прошлом содержал кабачок в блошином конце Корлевской Гавани и устраивал там подпольную травлю зверей – крыс, собак, медвежат. Эти зрелища приносили ему деньги. Рорж подобрал Кусаку, большого уродливого сироту, оставшегося без родителей, и забрал к себе. Со временем он начал выпускать Кусаку на свою арену, где тот дрался с мастифами, медвежатами и другими животными. Неизвестно, почему Рорж и Кусака оказались в темницах Красного Замка, из которых их забрал вербовщик Ночного Дозора Йоран. Если у вас загнуты все пальцы, могу с уверенностью сказать, что вы истинный знаток вселенной мира Игры Престолов. И возможно, вам бы даже удалось оседлать дракона. Или же он съел бы вас не сразу. Напишите в комментариях, как вы прошли данный тест, используя представленную таблицу. Если вам понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Также вступайте в группу канала во ВКонтакте и заходите на страничку канала в Инстаграме. Спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok